Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь себе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями. Где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее. Это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре начался ивент Гаргулей. И давайте немного попризываем. Сделаем мы сегодня Х-30 и попробуем поймать какую-нибудь новую пятерку. Также в игру добавили два новых героя. Давайте посмотрим, какими они вышли в релиз и стоит ли их вообще ловить. И начнем вот прям с первого героя. Фиолетовая пятерка Кимини. Со средней маной наносит 330 урона всем врагам. 330 со средней маной это отличный урон. У фиолетовых, например, есть зайка в костюме. Она наносит также 330 урона. Но она еще вешает на всех своих союзников дебаф, срез атаки, который еще и нельзя снять. А здесь просто 330 без всяких условий. Наносит дополнительно 65% урона за каждый недуг героя, использующего навык. Но не более 655 урона. То есть, потенциально этот герой со средней маной может нанести 655 урона по всем. Но это реально какая-то жесть. Условия, скажем, не самые удобные. То есть, чтобы он на максимально, ну, нанес этот урон, на нем должно висеть 5 каких-то дебафов. То есть, собрать их будет, ну, скажем, трудно. Но сейчас очень много героев пятого сезона в оборонах. А у них пассивки, они постоянно вешают какие-то дебафы. И, в принципе, два вот этих недуга, ну, вполне реально собрать. И получается, что этот герой может наносить 460 урона со средней маной просто. Но это конкретная жесть. Также у него пассивка, что после ульты он 4 раза может снизить в единичку урон. То есть, это может быть урон из тычек и, например, с ульты какого-нибудь шотера. То есть, эта пассивка реально работает. Ну, и с помощью нее вообще затаскиваются бои. В целом, герой очень мощный. Это, знаете, какая-то некая разновидность, скажем, гассека. То есть, ну, герой реально пушка. Но его бы, конечно, хотелось бы поймать. И следующий герой, синяя пятерка, Матрера. Со средней маной наносит 650 урона цели. Цифры просто какие-то космические. И со средней маной даже урон по одной цели, ну, это очень жесткий. Была Йора с пушком, они наносили 600 урона. Ну, здесь 650. Если цель умирает, остаток урона наносится каждому врагу поблизости. Отличный навык. Он ровно такой же, как и у четверки с этого призыва Белли Рива. То есть, этот герой потенциально может играть как трипл-шотер. С какими-нибудь бронерезами, и с Фридой, и с Финли в костюме. То есть, она наносит столько урона, ну, что по-любому будет выносить герой, по которому вы будете ультовать. Ну, и остаток этого урона будет, в общем, хватать еще и на врагов поблизости. Также цели ближайшие враги получают минус 40 атаки на 4 хода. То есть, каких героев она не вынесет, что там останется, им еще и срежется атака на 40%. Это много, и 4 хода это также долго. В общем, герой очень мощный, ну, и потенциал у него также есть. Ну, и пассивка также 4 раза может снижать весь урон в единичку. Тоже отлично. В общем, новые герои интересные. Хотелось бы их, конечно, поймать. Мы их обязательно найдем фуловыми, затестим, ну, и более точную, скажем, оценку им дадим. Давайте попризываем. Отсюда бы хотелось поймать Гассека, ну, и какого-нибудь из этих новых героев. Ну, давайте покрутим, ну, и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! И давайте первый призыв. Посмотрим. Так, фиолетовый, ну, давай. Нет, регулярная тройка. Давайте дальше. Так, красный. Пошли четверки регулярные. Желтый пенелит. Не, инструктор. Так. Тут инструктора есть. Ну, это в любом случае лучше, чем обычная тройка. Так, понятно. Ивентовых героев еще не было. Даже троек. Так, красный, ну. Нет, опять тройка. Давайте обратно прокрутим. Смотрите, они тут прям в ряд выстроились. Все эти пятерки. Так, фиолетовый. Так. Четверка. Меллиндер. Желтый. Нет. Ивентовых нету героев, что-то. Опять зеленый. Понятно. Короче, герои интересные, но выловить их, скажем, вряд ли получится. Так, красный инструктор. Так, фиолетовый, ну давай. Так, ну. Хоть кто-то с ивента. Желтый. Опять желтый, ну давай. Они регулярные герои. Так, фиолетовый. Блин, опять этот. Давайте, ну-ка, может с него попробовать. Так, фиолетовый, ну давай. Нет. Аберон. Где тут новые герои? Так, фиолетовый. Продолжаем. И давайте вот с Гассека попробуем. Не знаю, пятерка была уже, навряд ли здесь что-то выпадет. Из пятера. Так, Беллириф, первая ивентовая четверка. Выпала. Он уже есть. Прокачанный. В двух экземплярах. Красный, ну давай, что-нибудь. Пятерку какую-нибудь. Так, желтый. Инструктор. Так, понятно. Давайте сюда прокрутим. Так, фиолетовый. Рэнфилд. Ну, походу, без пятера. Визы ивентовых. Так, фиолетовый. Пять, Рэнфилд. Так, ну фиолетовый, давай. Так, четверка, давайте дальше с него. Опять фиола. Понятно. Че, еще один призыв. Ну, давайте. Вот, записи. И... Понятно. Ну что, ребята, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. С овт. С וה... С 모두Es yates. ande.